Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира. Айгирим Купаева, сурдоперевод Далрина Абдрасилова. Глава государства Касымжо Мартукаев посетил с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область. Об этом сообщила пресс-служба Аккорды. В ходе поездки президент на вертолете осмотрел пострадавшие от наводнения территории региона. Также ознакомился со сложившейся ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратубинском районах. Аким области на ремонтуре Галиев доложил главе государства о затоплении шести районов и города Уральск. Всего от паводков пострадали 552 жилых дома и 427 дачных участков. По словам главы региона, в противопаводковых мероприятиях задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа и один вертолет. Также в спасательных работах принимают участие спасатели Алматинской и Мангустаусской областей. С подтопленных территорий эвакуировано около 7 тысяч жителей. Созданы оперативно-эвакуационные пункты. На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим из местного бюджета выделено 63 миллиона тенге. В настоящее время ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб. Коррупция – это болезнь современного общества. С этих слов начал свой доклад временно исполняющий обязанности руководителя департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции области ЖИТСУ Саян Ахмеджанов. В стенах ведомства прошел брифинг для представителей СМИ, на котором руководитель департамента поделился итогами проделанной работы за прошедший год, а также планами на текущие. Подробнее в нашем следующем материале. Во всем мире именно коррупция является одной из основных проблем современного общества, напрямую влияющей на уровень жизни и досадок граждан. По словам специалистов, искоренение антисоциального явления положительно скажется на всех сферах жизнедеятельности, в том числе в здравоохранении, образовании, в социальном обеспечении и экологии. Представители активной молодежи ратуют за борьбу со взятками и считают общество без коррупции залогом успешного будущего. Молодежь – это будущее нашей страны. Поэтому мы должны принимать активное участие в борьбе с коррупцией и не оставаться в стороне. Эта болезнь общества напрямую влияет на актуальные проблемы подрастающего поколения. Из-за взяток многие молодые люди не могут устроиться на работу после получения диплома о высшем образовании. И это касается большинства сфер жизни. Поэтому с уверенностью можно сказать, что коррупция – враг современного общества. Согласно карте коррупционных рисков нашего региона, статистика неутешительная. Практически во всех сферах жизнедеятельности замечены коррупционные факторы. Экология, бизнес, строительство, дороги и инфраструктура, агропромышленный комплекс и многие другие. Однако, по словам Саяна Ахмеджанова, по области ведется активная борьба с коррупционными рисками, которая уже приносит свои плоды. Сфера дорог. Риски. Госзакуп. На ремонт дорог без экспертизы. Использование несертифицированных материалов. Результаты. Департамент внутреннего государственного аудита отменил госзакуп МИО на 2,6 миллиардов тенге. МИО получено заключение экспертизы риски применения несертифицированных материалов устранены. Проект «Дорогу бизнесу». Риски. Отдел образования приостановили финансирование школьного питания из-за смены бухгалтерских специфик согласно правил управления финансов в договорах аренды школьных столовых. Предусмотрели пункт, дающий право на необоснованные проверки предпринимателей. Результаты. В регионе в прежние годы были проанализированы все остальные значимые и важные для населения, для его жизнедеятельности проблемы, которые были объединены в карту коррупционных рисков. В карте коррупционных рисков в настоящее время в области ЖИЦУ находится порядка 8 сфер. По рекомендации Департамента антикоррупционной службы, Департаментом экологии были приняты меры административного воздействия в отношении нарушителей экологического законодательства. Мы мониторим все вопросы, связанные со строительством. По всем этим вопросам еженедельной основе на площадке антикорр-центра мы готовы обсуждать. По словам экспертов, коррупция – одна из важнейших угроз национальной безопасности государства. Отметим, что данному вопросу уделяется особое внимание и со стороны президента Республики Казахстан. По его словам, противостоять этому недугу – обязанность каждого гражданина нашей страны. Карина Закриева, Жейк Курманбаев, телерадиокомпания ЖИЦУ. Молодежь – светлое будущее страны. С сентября 2023 года в области ЖИЦУ реализуется проект «Наставник по морально-правовой работе». В рамках которого директор Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан области ЖИЦУ Бахет Злобин провел встречу с учащимися средней школы гимназии номер 19 имени Махжана Жумабаева. Напомним, целью данного проекта является формирование социализации детей, а также предотвращение всех видов дискриминации, насилия и противоправного поведения среди подрастающего поколения. Наставниками ежедневно проводятся профилактические беседы с учащимися. Они в том числе выявляют проблемы психологического характера у мальчиков и девочек, например, суицидальные наклонности и склонность к насилию. Также ответственные лица отмечают, что в рамках проекта созданы план работы и дорожная карта на 2023-2024 учебный год. Нынешнее поколение привыкло слушать посторонних блогеров или своих ровесников, но мы пытаемся исправить ситуацию и стать для детей авторитетом, направить их в правильное русло, как, например, на встрече с учащимися десятых классов. По моему мнению, на данный момент у них очень ответственный период жизни, ведь школьники должны уже решить, кем они хотят быть в будущем. Мы также помогаем им определиться, раскрыться и сделать правильный выбор, который в будущем сделает их успешными и востребованными специалистами. Министр промышленности и строительства Казахстана Канад Шарлапаев на брифинге с правительствами рассказал, что в стране в скором времени стартует новая ипотечная программа под названием «Наурыс». В Министерстве экономики и в Министерстве промышленности и строительства озвучили ее условия. Максимальная сумма займа пока не на рассмотрении. Однако уже известно, что ставка вознаграждения 7% для социально уязвимых слоев населения и 9% годовых для остальных вкладчиков. Минимальная сумма вклада – не менее 1 млн тенге. Размер первоначального взноса – от 20%. Срок займа – до 19 лет. В городах Астана, Алматы, Шемкент и в областных центрах рассматривается покупка исключительно первичного жилья. В остальных регионах допускается вторичный фонд. Оператором программы станет Отпасыбанк. Для этого планируется привлечь рыночные средства на сумму 300 млрд тенге. В первый год предполагается выдать 12 тысяч льготных займов по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан на приобретение первичного жилья. А в течение 8 лет на новую льготную ипотечную программу собираются выделить 1,7 трлн тенге. За это время льготные займы смогут получить порядка 68 тысяч казахстанцев. 30 семей Талдыкургана празднуют новоселье. Сегодня гражданам из социально уязвимой категории вручили ключи от долгожданного жилья. На приобретение квартиры из республиканского бюджета было выделено 642 млн тенге. Подробности в следующем материале. Куляра Еркебаева не скрывает своей радости. Наконец-то сбылась её долгожданная мечта. Многодетная мать стояла в очереди на получение жилья с 2008 года. И вот спустя 16 лет ожидания она стала обладательницей трёхкомнатной квартиры. На протяжении 26 лет и по сей день я работаю на противочумной станции города Талдыкурган. Четверть века я посвятила родному городу. И сегодня счастлива получить, так сказать, поддержку от государства. Хочу пожелать всем многодетным матерям, чтобы они обрели долгожданную крышу над головой. В прошлом году из республиканского бюджета было выделено 642 млн тенге на приобретение 63 квартир. 30 из них уже переданы в собственность новых хозяев. В списке счастливых новосёлов 10 многодетных семей и столько же граждан из категории лиц, оставшихся без попечения родителей. Остальные шесть людей с инвалидностью первой и второй группы, а также четыре пенсионера, приравненные к ветеранам Отечественной войны. В нашем городе более 15 тысяч жителей стоят в очереди на жильё из Государственного жилищного фонда. В первую очередь квартиры распределяются между гражданами из категории социально уязвимых слоёв населения. Для этого выделяются средства как из местного, так и республиканского бюджета. В этом году для сокращения очерёдности в областном центре планируется приобрести 126 квартир со вторичного рынка. На это из республиканского бюджета выделено более 1 миллиарда тенге. Казахстанцы вновь не увидят парадов на 7 и 9 мая. Такое решение было озвучено в Министерстве обороны, представители которого пояснили, что в проведении военных маршей в Казахстане в 2024 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. Наряду с этим в пресс-службе ведомства отметили, что на данный момент приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооружённых сил Казахстана. Стоит отметить, что подобные мероприятия на территории республики не проводились с 2019 года. В частности, в 2022 и 2023 годах отмена парадов была также связана с экономией средств. А в 2021 и 2020 праздничные марши не состоялись в связи с пандемией коронавируса. Ваш номер может отключиться. Нужно перерегистрировать или совершена попытка взлома вашего банковского счёта. Для проверки необходимо предоставить личные данные. И, наконец, вдруг займи денег до зарплаты. Как только не изощряются интернет-мошинники в поисках лёгкой наживы и обмане казахстанцев, они совершают целые хакерские атаки и регулярно вырабатывают новые преступные схемы. Как результат, в стране отмечен бум подобных преступлений, а, соответственно, и рост числа потерпевших. Ущерб исчисляется сотнями миллионов тенге. Только с начала текущего года в области ЖТСУ заявлениями по данным фактов в полицию обратились 120 человек. Заведено 20 уголовных дел. 9 подозреваемых привлечено к ответственности. Сумма нанесённого ущерба превысила отметку в 100 миллионов тенге. Вы предоставляете личную информацию и данные о своих страницах в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники взламывают ваши страницы, берут информацию, даже фотографии и списки друзей. После от вашего имени пишут им и просят денежные средства. И такие факты участились в последнее время. Зачастую аферисты представляются банковскими сотрудниками или работниками сотовых операторов. Не передавайте им никаких данных. Не продолжайте разговор. Сразу звоните в официальные колл-центры. Настоящие сотрудники таких организаций никогда не позвонят и не будут запрашивать ваши личные данные. Конечно, у правоохранителей есть действенные алгоритмы и механизмы по раскрытию подобных преступлений, поиску злоумышленников и возврату денежных средств. Однако самая лучшая защита – это осведомлённость граждан, серьёзное отношение к сохранению конфиденциальности своих личных данных и финансов. Стражи порядка подчёркивают, что ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять номера счетов и банковских карт, не вести телефонные беседы с лжесотрудниками финансовых институтов и сотовых операторов, а незамедлительно обращаться в официальные колл-центры. Наряду с этим правоохранители отмечают, что большинство мошенников действует из стран ближнего и дальнего зарубежья. Спасая жизни. Работа медика требует колоссальной самоотдачи и высокого профессионализма. Жительница Искельдинского района Бижамал Кульбекова 40 лет посвятила служению Гиппократу, оказывая врачебную помощь своим односельчанам. О буднях из Кулапа из глубинки расскажет наш корреспондент. Бижамал Кульбекова родилась в селе Жан-Алэх в семье фронтовиков. С детства мечтала лечить людей. Поставив перед собой цель, Бижамал в 1979 году поступила в медицинское училище города Талдукурган и в 1981 году окончила его с отличием. Причем ее трудовая деятельность началась в родном селе. В 1985 году для повышения квалификации поступила в Семипалатинский медицинский институт. После окончания учебы Бижамал Кульбекова продолжила работать врачом в сельской врачебной амбулатории. «Если человек всю свою жизнь посвящает одной профессии, значит он по-настоящему ценит свой труд. Думаю, что после выбора специальности я добилась таких успехов, потому что всей душой полюбила это дело. На сегодняшний день хочу пожелать молодежи нашей страны найти свое призвание и быть лучшими в своей сфере». Несмотря на пенсионный возраст, Бижамал Кульбекова продолжает работать врачом. Об этом просили ее односельчане, охарактеризовавшие ее как профессионала своего дела. На сегодняшний день она является главврачом сельской врачебной амбулатории. Также принимает активное участие в общественной жизни родного села. Так, в далеком 2007 году, будучи депутатом районного маслехата, Бижамал приложила усилия, чтобы улучшить качество медицины на селе. За преданность делу ее не раз награждали. К тому же имя высококвалифицированного специалиста с 40-летним стажем писано в «Золотую книгу Казахстана». А за многолетний труд Бижамал Кульбековой присвоено звание почетного гражданина Ескельдинского района. «У нас очень сплоченный коллектив. Всего здесь трудится 26 человек. Среди них немало высококвалифицированных специалистов. Наше село считается крупным населенным пунктом, ведь здесь проживает свыше 5000 жителей». «Я считаю, что мы достаточно хорошо справляемся со своими профессиональными обязанностями». «Под руководством Бижамал Бекеновны в нашей больнице всегда порядок и дисциплина. В какое бы время мы ни пришли, врачи всегда оказывают качественное своевременное лечение. Мы очень довольны их работой». Всего в области ЖИТСУ насчитывается около 400 учреждений здравоохранения, в которых трудится порядка 10 тысяч медработников. Еламан Турсынканов, Нурай Базархан, Абзал Нусипов, телеканал ЖИТСУ, Ескельдинский район. На 81-м году жизни скончался известный казахстанский журналист, государственный и общественный деятель Гателбек Шолахметов. Уроженец Астраханской области. Он окончил Казахский политехнический институт, а также высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Трудовую деятельность начал в 1960 году рабочим аппаратчиком в Институте металлургии и обогащения Академии наук КАЗ СССР. Позднее трудился плавильщиком на Усть-Канаминогорском свинцовом цинковом комбинате. В разные годы занимал должности комментатора-обозревателя, члена сценарно-редакционной коллегии, главреда главной редакции пропаганды КАЗ-телевидения, главного редактора Госкино. В послужном списке – должности зампредседателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию, председателя гостелерадио КАЗ СССР, заводелом канцелярии президента, пресс-секретаря президента КАЗ СССР. В 90-х занимал кресло первого заместителя министра печати и массовой информации КАЗ СССР, а также председателя гостелерадио компании «Казахстан». С 1992 года был руководителем пресс-службы президента страны. До 2002 года являлся председателем межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С 2000 года – внештатный советник премьер-министра. Был президентом казахского информагентства «Казинформ», депутатом мажориса парламента, советником президента АО «Самрук». С 2009 – завкафедры телевидения, радио и связей с общественностью Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Казахстан готовится к запуску прямых авиорейсов в США. Художники представили свои лучшие работы в дань уважения Абулхану Костееву. В Алма-Ате отреагировали на видео с избиением парня и задержали подозреваемого. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске республиканских новостей. Казахстан и США подписали соглашение о проведении предварительной международной оценки по безопасности полетов. Это шаг на пути к запуску прямых авиарейсов между казахстанскими и американскими городами. По информации Комитета гражданской авиации, это часть работы по исполнению поручения президента. Ранее Такаев поставил задачу установить прямое авиасообщение с США. Соглашение поможет повысить уровень безопасности перелетов в Казахстане и будет содействовать развитию экономических связей между нашей страной и США. В Астане проходит выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Абулхана Костеева. Казахстанские иллюстраторы в дань уважения великому мастеру изобразительного искусства демонстрируют свои лучшие работы. В каждой картине отражена безмерная любовь к родине. Один из тех, кто всю жизнь восхищается талантом Абулхана Костеева – известный художник Сейсинхан Маханбет. Изображение влюбленной пары на этой картине погружает зрителя в мир романтики, юности и больших мечтаний. На выставке, посвященной великому художнику Абулхану Костееву, представлены три его работы. Полиции Алматы задержаны подозреваемые в избиении человека. Хулиган, который непосредственно бил парня, и второй, кто снимал происходящее на камеру. По факту самоуправства с применением насилия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, за соучастие в уголовном преступлении второй участник также водворен в ИВС. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. Профессиональный велосипедист пас лошадь от столкновения с пилотоном. Запретить рекламу экстрасенсов и гадалок хотят в Кыргызстане. Музей отвратительной еды предлагает деликатесы. Подробности далее в сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. Во время бельгийского велозабега «Арден Челлендж» произошел случай, когда лошадь внезапно выбежала на трассу и сопровождала пилотон. Этот инцидент произошел менее чем за 10 километров до финиша, когда животное внезапно появилось на дороге. Единственным, кто резко отреагировал на эту ситуацию, стал молодой гонщик Ларс Дэниелс, который пожертвовал своим шансом финишировать на высокой позиции. Профессиональный велосипедист схватил лошадь за узду и увел в сторону от места прохождения гонки, чтобы никто не пострадал. В Кыргызстане обсуждаются поправки к закону о рекламе, в которых говорится о запрете на презентацию услуг в сфере оккультной магии. Один из инициаторов поправок Марлен Маматалиев сообщил, что проект разработан, чтобы прекратить манипулировать сознанием граждан теми, кто предоставляет услуги в сфере оккультной магии и предлагает решить проблему людей с целью извлечь выгоду. Как пишет издание, Маматалиев назвал людей, оказывающих подобные услуги, мошенниками. Таким образом, в Кыргызстане предлагается запретить рекламировать оккультные и магические услуги. В Берлине есть музей отвратительной еды, где собраны самые отталкивающие образцы блюд со всего мира. Змеиное вино, улитки и прочие деликатесы будут представлены на этой выставке. Музей отвратительной еды в Берлине демонстрирует различия во вкусах и кулинарных изысках. Самые смелые могут даже проверить свои вкусовые рецепторы и попробовать некоторые из блюд в дегустационном баре. Лаура Искакова по материалам интернет-ресурсов. Прыгнуть выше головы, вырвать победу и заветные три очка. И не важно, что предстоит сейчас на чужом поле. И ни с кем не будь, а с одной из самых именитых казахстанских футбольных дружин Кайратом. После сенсационной гостевой победы в Атырау Талдыкурганский ЖТСУ готовится на пределе сил к, возможно, важнейшей битве. Только победа – основная цель. Это позволит закрепиться и даже подняться вверх в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги, где 13 команд со всей страны борются за звание обладателя лавров. Игра в Атырау показала, что обновление состава на 80%, новая тактика и тренерская работа делают свое дело. Гол Сирикжана Мужикова по праву уже назвали одним из самых зрелищных. Для самого капитана ЖТСУ и воспитанника Талдыкурганской футбольной школы это не просто фееричное возвращение спустя 11 лет. Это первая победа команды, уверенность в своих силах и подъем на две строчки в турнирной сетке. Гол! Что касается обновления состава, конечно, есть легионеры из России, Бразилии, Украины и Грузии. Однако шесть основных игроков – воспитанники Семереченской школы. И тут на первый план выходит именно сыгранность, а не усиление за счет одной звезды. Команда действует как единый механизм, где каждый винтик – важная деталь. Балтобеков Асхат, Равиля Дыханов, Оренбасар Рауан, Сирикжан Мужиков. В составе много перспективных, талантливых игроков. Мужиков – это вообще живая легенда, и мы его пригласили. К нашему счастью он принял предложение и вернулся в родные края. Хочется поблагодарить руководство, администрацию за создание условий для тренировок и подготовки. Экипировка, форма, питание, проживание, тренировочная база – все на высоком уровне. Стратегическая подготовка, согласно тренерской установке, должна полностью поглотить каждого игрока по этому ЖТСУ. Тренируется на базе стадиона имени Батыржана Унгарова в селе Балпыгби, предоставлено еще в прошлом сезоне. Режим сохранится до финального свиска в игре с Алматинским хайратом. У нас есть конкретная тактика. Ее и будем придерживаться. Главное – отработать взаимодействие на поле до автоматизма. Осталось 3-4 дня, и поэтому необходимо наращивать и закреплять темпы подготовки. Самое важное – мы не пасуем перед именитыми соперниками. Поле покажет, кто сильнее. Нам есть что предложить, продемонстрировать сильные стороны. У нас своя игра, свои заготовки. Биться будем до финального свистка. Уже 6 апреля в Алматы ЖТСУ встретится с хайратом. Шансы есть и хорошие. Главное – придерживаться плана и навязать свою игру. Рубить на корню все попытки соперника, навязать свой темп. Руслан Агаев, Жаркан Шентаев, Мадибай Бусынов, телерадиокомпания ЖТСУ.